150 тысяч километров пути, более 30 экспедиций за три с половиной года съёмок, тысячи метров от снятой плёнки. Работа в экстремальных условиях, от полярных пустынь до соляных озёр – тяжелейшее испытание для людей и техники. Фото- и кинопроект «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнёром ОАО «РЖД» представил уникальный блиц-портрет России в начале 21 века. Железные дороги стали нитями, связавшими наш рассказ воедино, а поезд – его основным героем. Сегодня мы путешествуем по дороге некогда знаменитой, но в последнее время как-то исчезнувшей из информационного поля. Её начали проектировать в конце позапрошлого века, но главный путь стал полноценно работать только в прошлом – в середине 80-х. Здесь много парадных вокзалов, и очень мало людей, живущих в этих местах, только благодаря стальной путевой нитке. Построена дорога в бесконечно суровых условиях, среди, на первый взгляд, унылых таёжных пространств. И всё же она прекрасна. Байкало-Амурская магистраль стала настоящим откровением для проекта «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнёром ОАО «РЖД». Сегодня экспедиция окажется в западной части этой великой железнодорожной вселенной – самой гористой, самой неприступной и неприветливой к проходщикам и путейцам. 25 градусов мороза, пронизывающий ледяной ветер, почти полное отсутствие снега. Таковы контрасты БАМа, который стал нашим главным открытием в этой экспедиции. Говорят, будто бы это 5000 верст однообразной тайги. Ничего подобного. Разнообразие и величие видов здесь такое, что буквально захватывает дух. Для путешествия к БАМу мы выбрали время, когда холодные циклоны из Арктики приносят в Сибирь первые большие холода. Это ещё не совсем зима. Даже лёд на реках толком не встал. Но солнце уже почти не греет и даёт лишь рассеянный свет, подолгу зависая над самым горизонтом. Его едва хватает для нормального съёмочного процесса. В это время природа обнажается и словно сжимается, готовясь принять мощные снежные заряды. И оттого и дорога, проведённая здесь ценой больших человеческих трудов, выглядит куда более контрастно и выразительно. Я не знаю, вот интересно, по БАМу, какая там погода к Байкалу сейчас? Что там? Если перевалить туда через Северомуйский... Да, через Северомуйский, да. Там немножко помягче, чем здесь. А. Ну, осадки тоже, наверное, есть, но морозов таких... Но таких ломовых морозов, наверное, нет там, да? Да у нас, в принципе, в Тынге тоже ещё морозов больших не было. Вот это в районе 10 градусов даже ночью. 10-12 градусов. Ну да. А вообще бывает сильно, да, в Тынге? К этому времени уже было за 40 в своё время, в 80-е годы. Понятно. Вот построили одно водохранилище, построили другое водохранилище. И всё выровнялось. И немножко глима стал мягче. Больше осадков, вот в это время года, уже морозы даже не было. Таких осадков больших не было. Байкало-Амурскую магистраль принято считать детищем позднесоветской эпохи. Тяжёлым для освоения и не слишком удачливым братом-близнецом Транссиба. Многие стройки того времени так и стали памятниками советской гигантомании. Бам тоже долгое время имел такую же славу. Но обилие грузовых поездов, которые стали героями нынешнего отрезка экспедиции, наглядно развеивает это заблуждение. Сегодня дорога работает на пределе своей мощности. И по этой причине нашей съёмочной группе приходилось подолгу пропускать длинные товарные составы. Отлично. Давайте работаем, надо ждать. Встречные поезда почти всегда покрыты толстым слоем иния и частицами льда. Очевидно, что с каждым километром пути нас ждёт ещё более холодная и экстремальная погода. Экспедиционный поезд пришлось изрядно загрузить углем для отопления, чтобы быть готовым к любым погодным сюрпризам, которые здесь случаются сплошь и рядом. Вот вроде зрительно ничего не изменилось с того недавнего момента, как мы оставили транссип и повернули на БАП. И не догадаешься, что мы уже двигаемся по вечной мерзлоте. Судьба дороги, по которой мы сейчас движемся на восток, многотрудна и полна драматических поворотов. Достаточно сказать, что с дня первых работ допуска главного хода прошло без малого сто лет. Первые экспедиции изыскателей, уже имевших опыт освоения транссипа, вообще объявили, что магистраль невозможно построить ни сейчас, ни даже через век. Какое скрещение судеб, жизни, десятилетий труда, противоречивой истории, для того, чтобы появилось это на обывательский взгляд, такая простая, примитивная, как будто бы однопутная, неэлектрифицированная дорога, одна колея, которая прорезает тысячи километров таёжных лесов и вечной мерзлоты. И глядя на эти, казалось бы, безжизненные мари с болотами и сопки за окном, каждая из которых размером с хорошую гору, понимаешь, почему изыскатели не верили в конечный успех. Только на первом отрезке пути, от Усть-Кута до Северо-Байкальска, мы прошли два каскада тоннелей, общей протяженностью более 15 километров. Вторая попытка построить дорогу произошла в середине 30-х. В эпоху индустриализации, полярных перелётов и освоения Северного морского пути. Именно тогда были выполнены основные изыскательские работы по трассе. Профессия железнодорожного изыскателя – одна из самых, как мне кажется, романтичных профессий на свете. Конечно, она сродни работе геолога, биолога, любого человека, который имеет дело с природой и полевыми исследованиями. Удивительное открытие, которое я сделал сам для себя, не знал об этом прежде, что, оказывается, одним из изыскателей БАМа был будущий знаменитый фантаст Иван Ефремов. Он со своей геолого-разведочной группой в 1934 году прошёл один из маршрутов, проводя геологические исследования по трассе будущей железной дороги. Именно по маршруту Ефремова был потом проложен один из кусков Байкало-Амурской магистрали. Закончить БАМ в те годы помешала война. Часть рельсов с дороги перекинули на строительство Волжской ракады, внесшей свой очень важный вклад в исход битвы за Сталинград. Участок от Братска до Усть-Кута, по которому движется отряд проекта «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнёром ООО «РЖД» – это один из старейших отрезков Байкало-Амурской магистрали. Путешествие привело нас в таинственное место. Интрига состоит прежде всего в названиях. В них довольно трудно разобраться, потому что город называется Усть-Кут. Его вокзал и железнодорожная станция называется Лена, по имени реки, на которой стоит город. А речной вокзал – прекрасный образец поздней сталинской архитектуры за моей спиной – называется Осетрово. Это довольно жёсткое, брутальное место, которое на самом деле представляет собой огромный транспортный узел. Именно здесь грузы, железные дороги перегружаются на речной транспорт, и их доставляют в Низовье и Устье Лены. Лена – одна из 11 крупных сибирских рек, которая пересекает Бам по пути на восток. Всего на дороге больше двух тысяч мостов. У Бама вообще очень серьёзное отношение с реками. При строительстве речные долины использовались путейцами, как естественные проходы в бесконечных горных системах Восточной Сибири. Из бамовских отчётов и легенд мы знали о море тайги, о мерзлоте и сильных морозах, знали о могучих хребтах, через которые проходит магистраль. Но, честно говоря, и представить себе не могли, что Бам – дорога фактически горная, причём почти на всём своём протяжении. Мохнатые сопки за окном, меняются заснеженными кривами, а в некотором отдалении всё время виднеются вершины, пики которых упираются прямо в облака. Всего с дорогой соприкасается семь горных систем с долгими перевалами, опоясанными длинными железнодорожными петлями. Горные железные дороги – это было, пожалуй, одним из самых удивительных открытий, которые мы сами для себя сделали, снимая Россию за окна поезда. Жителям европейской части, нашей европейской равнины, даже невдомёк, какое количество горных дорог, какое количество перевалов, горных серпантинов преодолевают поезда за Уралом, вплоть до Дальнего Востока. Это всегда удивительно завораживающее зрелище и увлекательное приключение. Западная часть Бама до Байкала, по мнению геологов, проходит в наиболее мягких формах рельефа на протяжении всей трассы. Высотная его часть начнётся уже за Байкалом. Дорога там целиком расположена в пределах огромной горной страны. Впервые в этой экспедиции мы высаживаемся из поезда и попадаем в вахтовку. Такие пассажирские фургоны на базе мощных, проходимых грузовиков стали прекрасной операторской машиной. Дороги, автомобильная и железная, иногда расходятся. Стоит отъехать чуть в сторону, получается совсем иная, мало кем виданная фотографическая картинка. Продолжается охота за повездами. Традиционная наша фотоохота. Это вид фотоохоты, который нами изобретён, придуман, разработан, и для которого нами изобретены ноу-хау и всякие разные хитрости и приёмы. Со временем это всё более и более начинает походить на хорошо организованную, спланированную военную операцию. Впрочем, совершенно мирного характера. Вот это боевой арсенал. Разное фотооружие от панорамного до длинофокусного. И обычно, когда мы выходим на такую стратегическую точку, на которой мы можем ожидать появления поезда, у поездов, как известно, свои повадки, и они могут внезапно появиться на просторах леса тундры и также внезапно исчезнуть непонятно куда. Северный Байкал. Мы движемся на нашем поезде от Северо-Байкальска по Баму на запад. И чем дальше мы движемся вдоль Байкала, тем больше нам кажется, что мы ведём наши съёмки в каких-то кем-то специально для нас придуманных и построенных декорациях. Например, цвет воды в реках, которые стекают с Байкальского хребта, такой, что кажется, что кто-то в верховьях подкрасил их медным купорушем. Более 300 рек наполняет огромную тектоническую чашу Байкала. В это время года их течение ещё способно взламывать лёд, но очевидно, что это уже последние попытки. Из-за сильных морозов от воды валит обильный пар, создавая удивительные оптические эффекты. Некоторые члены съёмочной группы думают, что они сепаратно, сепаратно урвут себе какие-то виды и пейзажи, не делясь с другими. Не выйдет! Расставание с поездом вышло недолгим. После короткой фотоохоты за грузовыми составами мы вернулись в вагон. Оказывается, совсем не обязательно далеко отъезжать, чтобы увидеть красоты знаменитого озера. Достаточно быть пассажиром поезда, идущего по Баму. Перевалив байкальский хребет, наш поезд несколько часов идёт по самому берегу. Трудно было бы сказать большую банальность, чем то, что Байкал – это уникальное озеро. Но есть одна сторона этой уникальности, мало кому известная. Дело в том, что Байкал с юга и с севера, с двух сторон, как бы схвачен двумя железными дорогами, удивительными по своей конструкции. Одна из них на юге – это круга Байкалка, знаменитая дорога, построенная ещё в начале прошлого 20 века, одной из самых сложных железнодорожных сооружений в мире. А другая, на севере, здесь, в Северо-Байкальске – это главный ход Бама, дорога, построенная во времена нашей романтической комсомольской юности. Только в конце 80-х годов были построены эти мысовые инженерные сооружения, благодаря которым бамовские пассажиры могут увидеть настоящий Большой Байкал. Теперь они кажутся идеально вписанными в Байкальский берег. Тогда их называли «серебряными бамовскими ключами». На небольшом участке пути здесь сконцентрировано более половины всех тоннелей и магистрали, противообвальных галерей и мостов особой конструкции. Мы попали сюда в редкое время затишье между мощными осенними штормами. Некоторые рыбаки отчаялись выйти на воду, хотя даже вид ноябрьской воды вызывает озноб. Но стоит лишь немного проглянуть солнцу, и взгляду открывается картина невероятной мощи. Будто бы природа специально создала эти удивительные ландшафты, чтобы превратить Байкал в один из самых привлекательных визуальных объектов на Земле. Нечем снять. Байкал слишком широк для охвата его нашими камерами и слишком глубок для охвата его нашим умом. Снова приходится жалеть, что у нас по условиям проекта есть всего лишь сутки на моментальный портрет этого великого места. А то, что Байкал, да и вся Байкало-Амурская магистраль обладают удивительной внутренней силой, у нас уже не было никаких сомнений. Субтитры создавал DimaTorzok Сразу за Байкалом наш поезд попадает на территорию великой высотной страны Станового Нагорья. И с юга, и с севера эта огромная территория ограничена железными дорогами. По сути, это каменный остров, зажатый между двумя грандиозными стальными реками – Бамом и Транссибом. Магистраль проходит здесь по руслам Ангары и ее притоков. Перегоны между крупными станциями и до этого были слишком длинными, а теперь и вовсе кажутся бесконечными. Часами за окнами проплывают вроде бы уже привычные виды, но от них невозможно оторвать взгляд, испытывая и отрешенность, и чувство удивительного одиночества в самом центре Таежного моря. Отчетливо понимаешь, что человеческая жизнь без Бама невозможна в этих краях. Дорога – главный кровоток, питающий гигантский бамовский организм. Сильный мороз, при котором пальцы буквально примерзают кнопкам аппаратуры, загнал экспедицию в вагон. 35 градусов, ниже нуля. И, наконец, у нас появилась редкая возможность заняться своими бытовыми делами, о которых часто просто забываешь в бесконечной фотографической гонке. Вот нехитрый вагонный быт. Амулевая банка. Икра, купленная на станции Новый Уаян. За окном минус 40. Прекрасное солнечное морозное утро. Наш поезд движется по направлению к горному перевалу. Редкие минуты вагонного затишья. Но как только рядом с железной дорогой появляется более или менее подходящая для проезда автомобильная колея, группа сразу покидает поезд. Несмотря на стужу, мы пытаемся использовать такие моменты для натурных съемок. Но даже в этот лютый мороз, лед, сковавший ближние реки и болота, оказывается непрочным, подточенным быстрыми потоками. Наверное, именно поэтому здесь принято отправляться в путь вдоль трассы как минимум на двух машинах. Это сильно выручило нас, когда один из съемочных автомобилей неожиданно начал уходить под лед. Но вот, к сожалению, и путейские дороги иногда приходится преодолевать с огромным трудом. Мы попали в сложную ситуацию. Под небольшим мостом через ручей застряли две наши машины. Конечно же, мы пытаемся оседлать разбитые автомобильные дороги, идущие вдоль Байкала-Амурской магистрали, не из простого любопытства. После десяти дней неторопливого путешествия по Баму на поезде мы подошли, наконец, к его кульминации. Наш могучий локомотив с вагоном отправляется дальше в Тынду, а мы поедем вот на этой вахтовке на мощном КамАЗе, который, пробиваясь к нам через тайгу на этот заснеженный перевал, поломал весь бампер и лишился двух фар. Именно на нем мы отправимся дальше по Малому Баму. Ну, чем дальше на север, тем круче наше приключение. У каждого великого технического объекта, к которым без сомнения относится и Байкало-Амурская магистраль, есть своя высшая точка. Место, где приходится приложить максимум усилий и всю мощь инженерной мысли, чтобы довести конструкцию до совершенства. На Баме это, безусловно, северо-амульский тоннель, золотая бамовская пряжка, самая длинная подземная галерея в стране. Но с точки зрения фотографии нам показался куда более интересным один из старых ходов Бама – знаменитый северо-амульский обход. Его построили в качестве резервного пути до пуска тоннеля, а в итоге получился один из самых удивительных железнодорожных пейзажей в стране. Поезд здесь идет вплотную к горам, ныряет в петлевые тоннели и, в конце концов, попадает на знаменитый чертов мост. Кажется, что эти тонкие опоры высотой до 35 метров в любую минуту могут сломаться под тяжестью поезда. Поезда ходят здесь уже больше четверти века, и аварий никогда не случалось. Но суеверные машинисты по-прежнему крестятся, приближаясь к реке Итекит и мосту, который слегка раскачивается под самыми тяжелыми составами. Теперь и мы почти без остановок будем двигаться к Тынде, через удивительные бамовские поселки, живущие обособленной, но открытой жизнью. Многие строители бамы со всего Советского Союза, попавшие сюда по велению сердца, так и остались на магистрали, населяя эту далекую и прекрасную железнодорожную вселенную. Оказывается, бам действительно существует. Я попал сюда вот только теперь уже совсем взрослым человеком. Бам работает, по крайней мере, последние 35 лет. Как это не банально звучит, его действительно строила вся страна. Тында, столица бама, задумывалась как филиал Москвы. Ее строили москвичи. И выглядит она, как новый московский микрорайон. Здесь и улицы московские. Главная улица Красная Пресня. Есть свой Арбат, Сокольники. Удивительно, сколько раз поменялась страна с тех пор, как заложили тынду. Мы живем в совсем другом мире, в другом государстве. У меня, советского школьника, вид этого города пробуждает удивительные ностальгические ощущения. В Бамовской столице Тынде, которая разграничивает магистрально-восточную и западные части, и заканчивается наше сегодняшнее путешествие. Это был практически полностью железнодорожный маршрут. Среди поникшей перед зимой тайги и особых сибирских гор, поросших пихтой и лиственницей. Долгие и очень важные для экспедиции. Только проехав по Баму от Тайшета до порта Ванина, начинаешь отчетливо понимать, откуда берутся невероятные жизненные силы Сибири, ее величия. И мы сделали это совместно с нашим генеральным партнером ОАО РЖД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова